Любой автомобиль требует к себе внимательного подхода. Первоначальное впечатление может быть обманчивым. Что касается автомобиля Рэкстон 2, то и первоначальное, и вторичное, и третичное впечатление у нас о нем было только замечательным. Помните, мы пытались на нем дрифтовать, полностью выключив электронные мозги, и это у нас получалось. Мы пытались на нем ездить в гололед, в грязь, и это у нас получалось. Но сегодня и сейчас Автоград в очередной раз стимулирует свое внимание к этим автомобилям. Ну а мы еще раз заглянем вовнутрь. Так вот, что касается Автограда, цена вопроса на этот автомобиль уменьшилась на 90 тысяч рублей. Автоград в очередной раз стимулирует. Говорят, машину надо почувствовать. Говорят, машину надо еще и понять. Чтобы понять автомобиль, мы себе взяли автомобиль класса премиум. Да-да, ты выше класса премиум. Но это я из него вышел сейчас, я сел в другой автомобиль. Я этот автомобиль начинаю чувствовать. Я начинаю чувствовать. Мерседес. Верковое глаза. Вижу, ну почти Мерседес. Но по качеству выполнения, это точно Мерседес. И это элитный корейский внедорожник. Элитная корейская марка. Потому как, а дело было в начале 90-х годов прошлого века, Корейский автопром, ну одно из подразделений, сделало правильный выбор. Велосипед не стали придумывать, обратились к фирме Мерседес Бэнс. Тогда она еще не скрестнулась с Крайслером. И целиком взяли всю линию, весь конвейер. Взяли и сделали автомобиль Саунг Янг. И вот Саунг Янг до последнего момента выпускал из рук Мерседес в версии с кузовом 140. Сегодня и сейчас Саунг Янг это плагман корейского автопрома. Можно долго спорить. Можно придумывать различные телевизионные передачи. Но для того, чтобы сделать что-то действительно стоящее, надо понять, а сможешь ли ты это сделать. Когда мы собирались сделать автостоп, я, разумеется, смотрел топ-гир. Вы тогда еще его в глаза не видели. У меня просто спутник был. Стоял на доме советов. Я сказал, что да, я смогу сделать такую передачу. Все остальные, кто сейчас пробует что-то делать, ну, пускай пробуют. Саунг Янг, взяв на себя марку лидерства, тоже наверняка задавал такой вопрос. Сможет ли он сделать что-то не хуже, чем Мерседес? Кстати, получилось. А теперь, ну, обладая и Саунг Янгом, и Мерседесом, я скажу, что есть и критерии независимой оценки. Независимый от меня, допустим. Ты только в компании Мистер Кэп. И вот в компании Мистер Кэп мы обрабатываем все автомобили. Я спросил, а как красится Саунг Янг? Так вот, Саунг Янг и красится на уровне Мерседесов и на уровне BMW. О чем это говорит? О том, что даже другие джипы, представленные в городе Магнитогорске, не упомяны на сколько качествами. Будете ли вы сейчас готовы к тому, что можно ездить на лучшем представителе по соотношению цена-качество? Да, это Саунг Янг, да, это Рэкстон 2 и вообще вся линейка. Почему? Потому что, ну, Северсталь рулит. И, конечно, позволило себе сейчас и благодаря мудрому руководству сделать автомобильное направление и собирать в набережных челнах вот эти автомобили. Поэтому цена вопрос такая. Вы думаете, если бы вы целиком везли новый автомобиль и растамаживали его, сколько бы его он стоил? Он бы стоил, ну, не меньше 1 миллион 800-1 миллион 900. Извините, это все-таки элитные внедорожки. Но собирается в России, поэтому цена 1 миллион 290 тысяч рублей. А сегодня 1 миллион 200 тысяч рублей. Потому как автоград позволяет себе, ну, благодаря большим объемам продаж, немножко снизить свой интерес и повысить ваш интерес к автомобилям марки Саунг Янг. Что не надо делать на Рэкстонах? Ну, к сожалению, не надо пытаться из элитного внедорожника сделать внедорожник в полном смысле этого слова. Потому как для этого существует другое подразделение. фирмы Автоград, которая располагается на маржине 9. И вот там, пожалуйста, у вас Хантер и у вас Патриот. Вот те истинные внедорожники. А это, это все-таки премиум сегмент. И премиум сегмент по вполне демократичной и доступной цене отличного, достойного автомобиля.